как я чуть не обыграл человека с рейтингом для 1015 у меня был в тот момент 1568 но все закончилось потом а потом тоже допустил ошибку и королева проиграл тогда стала примерно ровная позиция вот тут я как выигрывал Потом вдруг он начал выигрывать, но я уже времени мало был и я тогда начал быстро ходить, чтобы по времени выиграть. И он тогда подошел и пад получился. Может если бы не пад, может бы я потом и выиграл, он бы не успел бы за такое короткое время мат поставить, а может бы и успел. А если бы так подошел? А так тоже хорошие ходы. Когда рокировка тут сделана, то спешке ходить не надо. Грузится. Ищет самый лучший ход. Вот запад мне дали плюс 11, ему минус 11. Потому что у него рейтинг намного выше моего. Потому что он был обязан выиграть, что не смог мне мат поставить. Мне надо было тут идти. Вот у меня уже выигрышная позиция. А рейтинг такой высокий. Плюс еще у него белая, белая первая стартует. Тут видимо фишка слоном бить, а не спешкой, чтобы эта пешка потом не могла продвигаться. Вот это блокировал. А вот, нет, все-таки спешкой советую бить. Вот так и сбил. Вот у меня какой. У меня может в частичности на психологии его давил как бы. А может и нет. Вот как бы многие так что-то за умное пробуют сделать. А на самом деле там ничего умного нет. Вот у меня теперь ошибка будет. То есть, да, ошибка. Или сомнительный ход. Добил усмув. Это вроде бы сомнительный ход значит. Вот так, чтобы напасть на эту спешку. Ну, не в какой-то мере может его запутать с таким необычным ходом. А то, когда обычно ходишь, они так расслабляются, эти противники. И тогда я проигрываю. Я как сделать хоть какой-то и нехороший ход, но необычный. Они тогда так взбаламутиваются. Не думают, что тут я задумал. Что-то такое непонятное. Бывает, что фигура проморгает, а еще что-то важное проморгает. И в этом случае, наверное, так получилось. Он вообще-то может бить с конем вот эту пешку, потому что я бью коня, он бьет королевой. И выиграет пешку. Вот тут он пропустил хитрый ход. Вот тут заблокирует. Вот я специально подал вид, что я якобы на эту спешку напал. на самом деле. Это просто, чтобы его запутать. Вот какую он большую ошибку сделал. Показывает анализ. А я не сбил, я тоже не заметил. А если бы сбил, тогда если он бьет коня, я бью коня. И у меня показывает, что большое преимущество. Потом королева индутует и на эту пешку нападает. Вот так вроде бы ничего и нет такого особого, но что-то показывает, что что-то тут есть. У него вот две фигуры не выведены. Компьютер не ошибается, если тут есть преимущество, значит есть. Я так иду, он так идет. Не остается бить. А я не, нет, я не буду бить. Я собью его от этого коня, чтобы конь потом не мог защищать эту пешку. А то коня они так баламутят. И потом ошибки наделать можно. Я забил, чтобы спокойно было. Чтобы этот конь ничего не мог сделать. Во! Он уже неправильно сбил ему. Нужно было вот этого слона бить, либо по крайней мере думаю вот эту пешку. Что-то тоже не хорошее бить пешку, надо было вот этого слона бить. Он сбил и думал нападет на короля, будто это у меня открытый король. И потом меня как бы уделает. У него две фигуры не выведены. Нему это грозит потом матом, если королева уйдет. А один на башне оставится. Я башню бью и ему мат. У меня остается только бить пешку королем и надеяться на лучшее. Я так подумал. Вроде бы... Вроде бы... У меня фигуру... Ну, как бы думал. Все равно ничья. Как бы... Примерно спешек столько сама. Ну, я его коня сбил. Он моего слона собьет. Ну и что? А что король открытый? Это как бы... Не так... Все просто. Это как бы не так уж и опасно. Не нужно тут паниковать. Хотя немножко было страшновато. Вот он вылез. Думал, что-то тут устроит мне. Позиция у него совсем нехорошая стала. Мне надо было тут идти. Хоть неправильно я пошел. Хотя тоже это ничего сильно не поменяло. Еще можно сказать право. Тут, конечно, тут мне нужно уже было слоном тут идти. Тут вот ему башню напросто надо было бить. Все это было выигрышно у меня позитивно. Что ж тут... Я бы увидел, что если вот тут пойду, тогда он сбьет вот этого слона и мне шаг будет. Ничего хорошего не будет, поэтому я пошел тут. Иду тут. Я ему тут советую пошагать. Если бы он тут подошел, я бы просто слоном или конем тут подошел и все. А он опять тут полез. Он может думал, что ничью мне устроит. Я теперь уже увидел эту лазьяку, что можно слонов защитить. Сперва я не заметил. А теперь ему советую бить это. Но он этого не захотел. Тогда я ставлю тут коня. А я сбил, тогда я его... Он бьет. Тут бьет. Тут бьет. Тут бьет. Тут бьет. Только. Только тут и мотор. Поэтому ему только остается бить этого. У него вообще проигрыш на эту позицию. А потом, естественно, надо коня выводить. Вот тут я на спешку напал. Тут надо было сбить эту башню, чтобы она не путалась. Я тут тоже хотел пойти. Вот тут был острый момент. Я не знал, что делать. Тут я избил вот этого слона. Все-таки пожертвовал башней на слона. Я увидел это самое благоприятное, чтобы он тут не мешал. Все-таки не такая большая жертва. А вот тут я соблазнился. Нет, пока не тут. Тут еще ничего. Тут, как правило, он тут всем конем меня напугал несколько. Тут надо было просто эту спешку сбить и не париться. Башню. Либо вот тут подойти. Вот еще ничего. Тут надо было спешку сбить, а не башнями. Потому что просто так он башню не отдаст. Вот тут бьет. Я иду к королю, и он короля выбьет. Вот тут я ошибки допустил. Это тоже, правда. Тут время торопило, поэтому я немножко так дал ему спешку, чтобы его запутать несколько. Вот тут у него выигрышная позиция уже. Если я бы тут шел бьет, а я коня бью. А я тут ошибку сделал. И все, у меня пад, некуда идти. Тут бьет, тут бьет, тут бьет. Ему надо было тут идти. Тогда тут, он тут. Я тогда тут. Тут. Я тут. Тут. И мало. Но у него там уже времени мало было. Одиннадцать секунд и нисколько. Поэтому он мог бы и не догадаться на этом. Мог бы я по времени выиграть. А у меня двадцать секунд было. Уже в конце видел, что мало времени. Поэтому старался быстро ходить, чтобы по времени выиграть. Уже. 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 Уже.